Всем привет! Это наша рубрика «Журналист меняет профессию». Меня зовут Нина Бережная, и сегодня я буду дуть. Так, стоп, не подумайте ничего плохого. Дуть, а точнее выдувать я буду елочные игрушки. Давайте перенесемся в детство. Все помнят момент, когда мама доставала с антресолей огромную коробку разноцветных стекляшек и всей семьей вынаряжали ими елку. Это был мой самый любимый день в преддверии Нового года. Каждый раз я рассматривала елочные игрушки как в первый, а сегодня подумать только, сама смогу сделать елочное украшение. Поможет мне в этом Елена Кочеткова. Стеклодувным ремеслом она занимается уже больше десяти лет. Сделать десяток два стеклянных шариков за день для нее задача более чем несложная. Я же сажусь на свое рабочее место с опаской, и не только потому, что мне предстоит очень ответственная работа. Никогда в жизни я бы не подумала, что буду вот так тесно контактировать с огнем, потому что это самый мой большой страх. Пока Елена давала мне рекомендации, моя голова явно была занята другим. Я не отрываясь смотрела на пламя из горелки и думала, как бы его не задеть. Крутим, не забываем. Давайте. Вы не кричите, когда так, ничего страшного. Ну вот, я так и знала. Было бы слишком просто, если бы сделать игрушку у меня получилось с первого раза. У вас хорошо получалось, просто в последний момент вы немножко нагрели там, где не надо. Эх, ладно, берем еще одну пульку. Так называется стеклянная заготовка, из которой я настойчиво пытаюсь делать нечто похожее на елочный шарик. Так, этот, кажется, выходит лучше предыдущего. Ну вот вам и игрушка. А вы говорили, сложно-сложно. Он получился большой. И он, видите, он не везде. Вот, круг. Он очень тонкий с этой стороны. Вот, видите, центр съехал сюда. Здесь много, даже видно по стеклу. А здесь оно тоненькое совсем. Что? Снова все на смарку? Оказывается, главная задача в изготовлении елочного шарика – не выдуть форму, а сделать это правильно. Когда доешь, нужно непрерывно смотреть на центр будущего украшения и вращать его без остановки. Так воздух распределится равномерно, и игрушка получится идеальной формы. Я не сдаюсь. Решено. Либо я уйду отсюда со своим авторским шаром, либо не уйду вовсе. Бог любит троицу, говорят в народе, поэтому третья должна получиться более-менее... Он и пять любит. Добавим до пяти. Так, еще можно дуть? Давайте подуем. Дуем и крутим. Дуем, 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 дуем. Ну вот что-то такое только получим. Елена, мастер с многолетним стажем, сказала, что получилось что-то такое. Наверное, новогодней игрушкой полноценно это назвать сложно, вот ну что-то такое. Тоже неплохой результат. Однако выбрасывать даже такую, на первый взгляд, неудавшуюся форму не стоит. Елена говорит, что из нее я смогу сделать быка. Это что, шутка? Разве из этого можно что-то сделать? Впрочем, мое дело довериться профессионалам. Тем более, что полностью я сделаю не только быка, но и классический шарик. Игрушку правильной формы мне дали из приготовленных чуть раньше. Теперь нужно подождать, пока стекло окончательно остынет. Кстати, на фабрике елочной игрушки много всего интересного. Это своего рода музей. Например, здесь хранятся инструменты, которыми пользовались в годах, этак в пятидесятых. Вот эти штуки могут напомнить вам или вызвать ассоциацию какую-то с комнатой пыток. Но на самом деле это не так. Это формы для будущих новогодних елочных украшений. И вот сюда вставлялась игрушка, шарик формы. И сжималась вот таким образом. Но не бойтесь, сжималась не руками, как я изначально подумала. А вот это приспособление устанавливалось на пол. И вот так вот сжималась ногой. Ну, сложновато, конечно, но получалось очень здорово. Ну, а пока я глазела по сторонам и рассматривала все, что есть вокруг, подоспели мои формы. Они полностью остыли и теперь готовы превращаться в настоящие елочные игрушки. Следующий этап изготовления елочной игрушки проходит вот в этом помещении. И здесь мы будем нашу игрушку красить, потому как прозрачная вряд ли будет видна на елке, а белая гораздо контрастнее. Так, начнем. Вот такой вот распылитель. Краска, по словам сотрудников фабрики, абсолютно безвредная и даже не пахнет. Практически как детская гуашь. Так, пробуем. Чувствую себя художником стрит-арт. Старалась прокрасить его без проплешин, ну... Вот теперь без проплешин. А теперь самое приятное. Иду разрисовывать свои шарики. Мастера рассказали мне, как это делать. Нужно брать вот такой клей и тонким слоем писать или вырисовывать все то, что ты хочешь изобразить на своем шарике. Вы слышали этот звук? Сегодня явно не мой день. Очень тонкий слой. Масть пошла сразу. Но мастера говорят, что все поправимо. Тем более, что полеты творчества в их студии не ограничены. Сейчас что-нибудь придумаем. Дубль два. Мне всегда казалось, что я гораздо более аккуратно делаю подобные вещи. Но, чтобы разрушить свои представления, нужно было просто прийти на завод по изготовлению елочных игрушек. Все знают выражение «я художник, я так вижу». Вот сейчас оно мне как нельзя кстати. Я думаю, что люди так не делают, которые здесь так работают каждый день. Они вряд ли подтирают что-то пальцем. Первый блин комом, первая игрушка тем же. Так, давай выберем красным или золотым. Золотым. Ну вот, теперь шарик походит на новогодний. А буквы, которые казались мне кривоватыми, с блестками стали очень даже симпатичными. Но это еще не все. У меня же еще есть бык. А бык у меня будет без зрачков. Просто черные глаза. Не спрашивайте меня, почему. Просто я мастер. Но его еще можно привести в чувство. Для этого есть специальные детали. Деревянные, крошечные. Их сажают на горячий клей. У других мастеров получается здорово. Я хочу, чтобы мой бык был очень модным. Поэтому я рискну и наклею ему еще и кольцо в нос. Сейчас, надеюсь, у меня получится. Для самых смелых есть еще вариант. Можно украсить ушки, кольцо в носу. Мне терять уже нечего. Я испортила все, что могла. Поэтому испорчу еще и уши быку. Несмотря на отличие от своих братьев, мой бык тоже получился милым и вполне может претендовать на достойное место на домашней елке. Хотя стремиться еще точно есть куда. Но это не главное. Главное, что я попробовала и сделала елочную игрушку самостоятельно. По-настоящему прикоснулась к празднику. Впрочем, так может каждый желающий. Особенно рады на фабрике маленьким гостям. Для них здесь организовали квесты, мастер-классы и полное погружение в историю создания стеклянной елочной игрушки. Основное наше производство находится в Сележарово. Там выпускаются они в массовом порядке. Фабрика, где работают стеклодувы, где находится металлизация, где находятся упаковочные цеха и так дальше. Так дальше покрасочные. Это основное наше производство, где выпускается основной объем продукции. За сезон фабрика выпускает более 16 тысяч елочных игрушек. Все они отправляются на полки магазинов по всей России и даже за границу. Наша отечественная елочная игрушка пользуется популярностью во всем мире.